Здравствуйте уважаемые зрители! В прошлом видео мы говорили о семисегментном индикаторе и о его подключении к Arduin. Ссылка на видео есть в описании и появится в подсказках. В этом видео поговорим о подключении данного индикатора к микроконтроллерам семейства Atatini с помощью сдвигового регистра 74HC595. Подключать я буду на примере Atatini 13. Если посмотреть схему подключения из прошлого видео, в котором мы задействовали 9 пинов Arduino Uno, 8 цифровых пинов и землю, то очевидно, что у малыша Atatini просто не хватит ног. У него всего 8 ног, из которых только 5 мы можем использовать как цифровые. В этом случае у нас есть два варианта. Либо взять микроконтроллер с большим количеством пинов. Например, очень популярный вариант Atatini 2313. Либо использовать сдвиговый регистр, который задействует только три пина микроконтроллера, а на выходе даст результат работы 8 цифровых пинов. Об Atatini 2313 подробно поговорим в одном из следующих видео. А в этом видео разберемся, что такое сдвиговый регистр, принцип его работы и схему подключения. Изначально мы соберем схему на Arduino Uno, протестируем, а затем вместо Arduino подключим Atatini 13 и адаптируем подключение и скетч для него. Вначале разберемся со схемой и принципом работы сдвигового регистра. Распиновка сдвигового регистра выглядит следующим образом. Пины с первого по седьмой, на схеме обозначенные от Q1 до Q7, и еще пин номер 15, обозначенный на схеме как Q0, это цифровые выходы, которые будут зажигать секции светодиодного индикатора. Восьмой пин служит для подключения земли, а шестнадцатый пин для подачи напряжения 5 вольт. Девятый пин служит для последовательного подключения еще одного сдвигового регистра. В данном случае у нас один сдвиговый регистр, так что данный пин остается незадействованный. Десятый пин это пин Reset. Он очищает память регистра при подаче низкого уровня сигнала, то есть логического нуля. Нам это не нужно, поэтому данный пин будет постоянно подключен к питанию 5 вольт. С помощью подачи 5 вольт на 13 пин мы можем отключить выходные пины Q0 с Q0 по Q7. При этом значение записанное в память регистра сохраняется, то есть этот пин можно использовать для включения и отключения светодиодного индикатора. Пока что будем подключать его к земле. Самое интересное происходит с пинами 11, 12 и 4, которые мы и подключаем к микроконтроллеру и по ним передаем данные управляющие сдвиговым регистром. Начнем с 12 пина ST. При подаче низкого уровня сигнала на данный пин мы подготавливаем регистр к приему цифровых данных от микроконтроллера. А при подаче высокого уровня сигнала записываем данные во внутреннюю память регистра и одновременно передаем сигналы на его цифровые выходы. 14 пин DS принимает значение для выбранного бита. То есть при получении высокого уровня сигнала записывается в память единица, а при получении низкого уровня сигнала записывается ноль. При подаче 5 вольт на 11 пин SH мы производим сдвиг битов влево, чтобы освободить место для получения нового значения через 14 пин DS. К счастью последовательно записывать бит за битом нам не нужно, так как в arduino IDE есть стандартная функция shift out, которая значительно упрощает нам жизнь при работе со сдвиговым регистром. В качестве первого аргумента data pin нужно указать пин микроконтроллера, который соединен с 14 пином DS сдвигового регистра. В качестве второго аргумента club pin нужно указать пин микроконтроллера, который соединен с 11 пином SH сдвигового регистра. Третий аргумент задает порядок чтения передаваемых регистров байт слева направо или справа налево. Четвертый аргумент это собственно битовое представление передаваемой цифры. Теперь соберем все на макетной плате. Для начала возьмем arduino uno. Разместим на макетной плате светодиодный индикатор и рядом с ним сдвиговый регистр. Пины 5 вольт и gnd arduino uno соединим с плюсом и минусом макетной платы. Пины с 1 по 7 сдвигового регистра соединим с пинами светодиодного индикатора в том же порядке в каком они идут у светодиодного индикатора, пропуская третий пин связанный с землей, пятый пин связанный с точкой и восьмой пин снова связанный с землей. Третий пин светодиодного индикатора соединим через резистор 220 ом с землей. Все, со светодиодным индикатором закончили. Возвращаемся к регистру. Восьмой его пин соединяем с минусом, 16 пин с плюсом макетной платы, еще с плюсом соединяем 10 пин, а с минусом 13 пин. Остались у нас пины для связи с микроконтроллером. Подключим 11 пин SH ко второму пину Arduino Uno, 12 пин ST к третьему пину Arduino, а 14 пин DS к четвертому пину Arduino. Возьмем скетч из прошлого видео, где мы последовательно включали цифры на индикаторе и адаптируем для работы со сдвиговым регистром. В функции Setup настроим пины со второго по четвертый для работы с выходным сигналом, а в функции Loop в цикле будем последовательно выводить все цифры от 0 до 9. Вначале подаем низкий сигнал на 12 пин ST регистра, подготавливая его к приему новых данных. Далее с помощью функции Shift-Out указываем номера пинов связанные с пином 14DS и 11SH с двигового регистра и передаем регистру битовые представления текущей цифры. После этого подаем высокий уровень сигнала на 12 пин ST, сообщая регистру, что записанные данные можно отправлять на цифровые выводы. Загружаем скетч в Arduino и видим, как цифры последовательно сменяют друг друга. Кстати, если переподключить 13 пин с двигового регистра с минуса на плюс, то светодиодный индикатор гаснет. Но перебор цифр продолжается. То есть как будто бы мы отключили экран в режиме энергосбережения. Теперь вместо Arduino Uno подключим AT-Tini 13. Подключение аналогичное, только у AT-Tini 13 мы задействуем пятую, шестую и седьмую ножку, которые в Arduino IDE обозначаются нулевой, первой и второй. Видоизменяем скетч для работы с AT-Tini. О прошивке микроконтроллеров AT-Tini у меня есть отдельное видео, все ссылки будут в описании. Загружаем скетч. Извлекаю AT-Tini 13 из самодельного программатора. Устанавливаю на макетную плату. Пятую, шестую и седьмую его ножки соединяю с 11, 12 и 14 пинами с двигового регистра. Четвертую ножку с минусом, а восьмую с плюсом. В качестве источника питания буду использовать литий-полимерный аккумулятор на 3,7 вольта. Как только подаем питание на схему, видим, как последовательно выводятся все цифры от 0 до 9. О четырех символьных индикаторах поговорим в следующем видео, так как есть вариант использования вот таких вот готовых модулей, существенно упрощающих подключение самого индикатора к микроконтроллеру. Что в каких случаях лучше будет использовать и о способах подключения светодиодного индикатора и модуля на его основе к Ардуино и к AT-Tini, об этом поговорим в следующем видео. Спасибо за просмотр, до новых встреч!